Харрис разгромила Трампа на дебатах. Украинские дроны уже долетают до Мурманска. Освобожденные ВСУ жители Курской области начинают прозревать и клянут Путина. Вместо денег пострадавшим Кремль тратит миллионы на шамана и любе. Сколько миллиардов россияне уже не досчитались из-за путинской войны. Вы будете шокированы. Дождитесь. 11 сентября, среда. Новости сегодня с вами Федор Шиленко. Поехали. Мурманскую область РФ атаковали беспилотники. Напомню, это недалеко от границы с Финляндией. В двух аэропортах области ввели план-ковер. Кстати, именно в этом районе расположен аэродром Оленья, с которого поднимаются самолеты оккупантов, обстреливающие мирные города Украины. Местный губернатор региона Андрей Чибис подтвердил информацию и заявил, что по вражеским беспилотникам работает ПВО. Дорогие друзья, на нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится узнать. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. От специальной военной операции за три дня до открытия бомбоубежищ по всем городам России. В РФ усиливают меры безопасности. В сети появились карты и адреса мест, где население может прятаться от воздушных угроз. И ведь действительно, адрес ближайшего укрытия лучше знать заранее. Украина с мирным населением не воюет, но криворукая российская ПВО может наделать бед. В списке все большие города РФ. Москва, Питер, Архангельск, Новосибирск и даже Иркутск, Читай, Акутск, Хабаровск и Владивосток. Россияне, ищите свои бомбоубежища в списке и не забывайте благодарить обезумевшего дедушку царя. Ведь вопрос времени, когда Украина получит разрешение бить дальнобойным оружием союзников вглубь территории террористической федерации. И визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкина и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэма приурочен переговором именно по этому вопросу. Кстати, говорящая собачка Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад, вероятно, уже принял решение разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории с использованием дальнобойных ракет. Рашисты уже в ближайшее время могут применить иранские баллистические ракеты для ударов по украинской энергоинфраструктуре. Об этом сообщает Financial Times. По словам источников газеты, ракеты, вероятно, будут направлены на уничтожение инфраструктуры в Харькове, Сумах и вдоль линии фронта. Детали далее в сюжете. Аналитики Института изучения войны считают, что Россия может применить иранские ракеты для атак по энергетической, гражданской и военной инфраструктуре Украины уже этой осенью и зимой. Их отправят уничтожать украинскую энергетическую систему, скорее всего, в городах и поселках. Это, вероятно, означает больше смертей среди мирного населения по всей стране. Неужели на России закончились ракеты, раз они захотели иранских? Конечно, все мы знаем о невероятной дружбе этих стран. Но вот и интересно, какие же ракеты друг Иран подарит своему другу террористу? Ракеты FATK-360 – это аналог советских ракет или российских ракет ЗРК С-300. Только они изначально предназначены для ударов по наземным целям. И если их Россия получит и начнет применять по приграничным территориям или для ударов по инфраструктуре, то мы получим, скажем так, лишнюю головную боль. Ранее The Times писали о том, что Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет. Неужели речь идет о тех самых ракетах, которые могут применять для ударов по Украине? Иран, как и Беларусь, начал поставлять России вооружение еще с 1922 года. То есть это были БПЛА всякие шахеды-маджахеды, авиабомбы, шлемы, бронежилеты. Там ПТРК, выстрелы к галбичным пушкам, там 152-122 мм, снаряды 122 мм для ГРАДов. Ракет раньше баллистических они не поставлялись. Ну, сейчас начали поставлять. То есть номенклатура поставляемого вооружения расширяется. О том, что Россия будет пытаться нанести удары по Украине, в этом сомнений нет. Но насколько сложно сбивать и защищаться от такого типа ракет, вот главный вопрос. Эта ракета, в общем-то, мало чем отличается от С-300. То есть обнаруживать ее достаточно, с одной стороны, просто, с другой стороны, сбить сложно, потому что идут на большой скорости. Точно так же, как и С-300-е перехватить практически нереально, которые запускаются и в течение каких-то считанных секунд оказываются в прилетах в Харькове или других местах. Ох, какой же непостоянный Иран в своих словах. То спикер МИД Ирана утверждает, что их страна никогда не была частью конфликта и отрицает передачу баллистических ракет. Но позже, что ли случайно проговорившись, все разъяснил член Комитета по национальной безопасности парламента Ирана. Он признал предоставление России баллистических ракет. По поводу того, что ракет у Ирана достаточно, к сожалению, это так и есть. Потому что, находясь под санкциями, они основные усилия заточили на беспилотных летательных аппаратах и производстве ракет. Потому что с самолетами у них из-за санкций резко не сложилось. И то, что они их поставляют, это уже не секрет. Куда они еще их поставляют, сказать трудно. Но эти ракеты угрожают Израилю. Эти ракеты могут всплыть в любой горячей точке. Могут всплыть даже у террористов, которые могут наносить удары где-то по теоретически, гипотетически, по каким-то странам, союзникам Израиля. Или могут всплыть где-то в районе залива персидского. Но почем же в Иране баллистические ракеты? Это уже другой вопрос. Ведь Тегеран передает ракеты России всего-навсего за сою, кукурузу и другие агропродукты. Теперь-то хоть понятно, почем оружие в Иране. Всего за один месяц войны тратится денег, которых бы хватило на полноценный автобан Москва-Архангельск. Всего на один месяц войны с Украиной денег, а именно на баллистические ракеты, танки, автоматы, зарплаты военнослужащих, выплаты семьям погибших, вот этих денег тратится примерно столько же, сколько стоила бы четырехполосная высокоскоростная трасса из Москвы в Архангельск. А если не воровать, то вообще в разы больше еще. За год войны денег бы хватило, сэкономленных денег, на то, чтобы обеспечить дорогами почти всю Россию. Можно себе только представить, сколько уже потрачено Пойлом за два с половиной года войны. И это еще без репараций, которые РФ обязательно будет платить Украине за те убытки, разрушения и беды, которые принес с собой русский мир. За второй год войны сэкономленных денег хватило бы, чтобы восстановить все школы и детские сады и отремонтировать их. Третьего года войны хватило бы на все больницы и поликлиники, чтобы исправить те попиющие последствия оптимизации, которые наша власть нам навязала. Друзья, понятно, что этих денег уже не вернешь, но нужно хотя бы прекратить дальше тратить деньги в никуда, на то, чтобы убивать друг друга. Удивительно, как беднеющие за дня в день россияне продолжают почитать своего царя. Вопрос, впрочем, риторический. Рабам, сколько в глаза ни плюй, для них все божья роса. Пока холопы доедают хрен без соли, бункерный денег не жалеет. Причем не только на войну, но и на свои пропагандистские забавы. Москве так хочется погреться в историческом величии Киева, что Кремль взял в оборот киевского князя Владимира. И даже состряпал этнооперу о его правлении в Киевской Руси. В путинском балагане будут принимать участие все его любимцы. В частности, Шаман и Расторгуев из Любе. А бюджету это действо обойдется в 160 миллионов рублей. Ну а что все правильно? Потерявшим все жителям Курской области по 100 долларов. А Шаману Расторгуев и Компашке почти 2 миллиона долларов на утренних для спятившего деда. Россияне начали контрнаступление в Курской области. За месяц ВСУ взяли под контроль территорию России, которая больше захвачена оккупантами на Востоке за почти год. И вот стало известно, что враг перешел в контрнаступление. Точных данных о масштабе группировки пока нет. Но россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки. Впрочем, особых успехов на поле боя путинские вояки не имеют. Если не считать нескольких взятых в окружении и разграбленных местных магазинов и других заведений. Так, в поселке Глушково мародеры из российской армии обчистили пункт выдачи Wildberries. Обвинить в данном преступлении украинцев будет тяжело. Даже для Роспропаганды. Ведь ВСУ находится более чем в 10 километров от данного населенного пункта. Инночка, это пи***ь тоже взломали. Сняли одну решетку, взломали дверь. Вторая дверь. Российские паблики пишут, что это уже пятый зафиксированный случай мародерства в Курской области, совершенный российскими военными. Ну и еще немного о событиях в Курской области. Похоже, пелена путинизма очень быстро спадает с россиян, как только они перестают чувствовать веревку у себя на шее. Вы только послушайте, что говорит эта освобожденная ВСУ жительница Курской области. Так нас бросили все. Я говорю, дали бы сейчас Путина голову положили, вот топор. Я бы ему раз... Вы знаете, ребята, вот честно, я не подхалимничаю. Мы никогда не были за Путина. У нас... Вот по селу у нас 90% у нас против Путина. У нас все против Путина. Я не знаю, правду я скажу или нет. Убьете вы меня за это. Мы бы хотели, чтобы у нас был белорусский батька-прецедент. Ну, не знаю. Ну, так все хотели. Хрен редьки, конечно, не слаще. И очень сомнительно, что Бульба-Цезарь хоть чем-то лучше бюнкерного фюрера. Но все же истинная любовь народа к безумному царю налицо. Разгром Трампа и триумф Харрис. Согласно экспресс-опросу CNN, по итогу дебатов 63% американцев считают, что победителем из вербальной схватки вышла Камала Харрис. Трампа поддержали 37%. К примеру, в июне по итогам дебатов Байдена и Трампа результаты опросов CNN были диаметрально противоположными. Дональд по итогам тех дебатов получил 67% поддержки. Одним из самых слабых мест в дебатах для Трампа стала его позиция о войне в Украине. Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. А на уточняющий вопрос, считает ли он, что победа Украины в интересах США, да или нет, кандидат-республиканец ответил, я думаю, что в интересах США просто закончить эту войну. На этот момент у меня все, но уже через пару часов не пропустите выпуск в тренде. Там будет еще интереснее и познавательнее. Еще больше новостей из королевства кривых зеркал. Это нельзя пропустить. Кулик кулика или злодей злодейку видит издалека. Пышная свадьба олигарха от бога и главной российской похитительницы детей. Путин боится лететь в Турцию. Говорит, его самолет могут сбить. А также то, что Москва и Санкт-Петербург в огне.